привет да включился я хожу косяки ищу нет это привычка привычка нашел уже косяк что-то понять не могу вот смотри сюда здесь должны быть специальные регулировочные винты которые регулируют прижатие направляющей фторопластовой к опоре опора выдвигается и вот здесь вот видишь завернута то есть вот получается внутренний винт он регулируется этим контргается ну контрится вот и таким образом опора находится посередине чулка и перемещение выдвижения за движение происходит легче кстати вот манипуляторы лифа ничем известны у них гидролическое выдвижение опора но уже идет базовой комплектации давай с той стороны посмотрим сейчас дождь начнется . такая идет классно здесь такая же ситуация что-то не пойму я не должно быть такого по логике то есть вот даже смотри видишь вот здесь зазор какой ты видишь да щелка какая и вот здесь притык по идее должен быть отрегулирован посередине и вот снизу тоже рука на других манипуляторах пойдем то есть нижний вкладыш регулирует подъем опускания вот а боковые ну боковой зазор регулирует это нет неправильно вообще меня предупредили что машина еще не готова до конца и и не сдали и ее ближайшее время доделают сдадут то есть вот вижу тут даже кронштейна еще не окрашен сушит то та же самая ситуация с одной стороны есть живой нету я задача вопрос подписчиков вот это ролик для того чтобы опоры сами поворачивались то есть в комплектации когда манипулятор ставится за задний съезд вот ставится копир специальный он поэтому копиру поворачивает вот очевидно вот это наверно кронштейны крепления копира вообще надо справедливости ради отметить что манипуляторы тайфун лиф они у нас недавно первый наш манипулятор тайфун лиф которые мы поставили на машины вот это по настоянию клиента то есть тайфун это слофиния это вообще там и у них история интересная то есть был завод чё-то лиф ин колеса в словении да он производил манипулятор у нее история там уже лет 40-50 наверное вот производил производил ну и в какой-то период перестал справляться с конкуренцией дела у них пошли на убыль да и несколько лет назад их купила другая компания которая называется тайфун да и у них интересы директора зовут по моему с нее память не изменяет исток до из исток фамилия не помню фамилию в общем директора зовут исток они производили вот эта фирма тайфун она производила всякие дрова колы там дрова колоть значит лебедки всякие для лесников для перетаскивания леса кстати интересная тема вообще вот мы привыкли иметь дело с манипуляторами нас гоночный погрузчик несет мы привыкли дело иметь с манипуляторами на машинах да а есть такая интересная технология доставки леса когда лес растет на крутых горах кстати как словении да или допустим в болотах то туда обычная машина уже не заедет и там интересные установки идут на тракторах они завозятся . канатная дорога то есть бревна перетаскивается по канатной дороге так вот эта компания тайфун она выкупила компанию лиф я не помню в году по моему в 2009 году может быть позже может быть путаю ну не стали сильно менять название потому что лиф уже все давно знают он уже но известен то есть стал манипулятор тайфун лиф я как-то на и века работал я жить и не рассказывал я работал на и века она тогда ним не было еще века мт она была и века и мы как-то но не я мой коллега продал машину турбодели такой есть маленькая машинка чуть больше газельки в комплектации реанимационного автомобиля и тогда срок поставки значит с европы был полгода клиент на подписал что-то цена машины было в районе 70 тысяч долларов я не помню какой там курс был или евро или бы и были ли тогда еще евро был тогда евросоюз типа и тогда еще был это было давно-давно вот и мне тогда больше всего что удивило что срок поставки полгода я думал как так срок поставки полгода машины то есть клиент готов ждать но пожалуйста понимаешь уже по определенные машины определенные комплектации да уже приходится ждать по несколько месяцев а все почему потому что ставить машины на склад и выпускать продукцию на склад становится нерентабельно то есть продукция на складе это по большому счету замороженные деньги вот а деньги дорогие тем более у нас в россии у нас не как в европе проценты по кредитам и у нас производители не готовы производить продукцию на склад получают заказы ставят график то есть у нас и уралас и камаз уже там трехмесячное планирование манипуляторы то же самое то есть идет планирование на несколько месяцев вперед то есть заказывай сегодня твой манипулятор выйдет через несколько месяцев то есть я к чему думать надо заранее обо всем все планировать по лесовозу то особо рассказывать нечего даже ты уже знаешь там опять урал у нас едет я ольгу сегодня так с проезжей части отодвигаю платформа нашего производства я думаю она уже известна те кто у нас брал машины уже не первый раз они продолжают брать наши площадки потому что она не отличается особой крепостью скажем так тут процентов на 50 больше металла чем у наших конкурентов где-то это минус конечно платформа тяжелее но для лесников обычно это плюс то есть у нас помимо опоры которая передается непосредственно через поворотный палец и вот через то место да вот можно кстати посмотреть толщина плиты там миллиметров наверное 12 14 до у всех там шестерка максимум у нас еще есть вот получается на самом конники мы делаем уже специально и вот у нас опорная площадка и вот видно что здесь она усилена то есть при поворотах при различных перекосах нагрузка передается и распределяется это очень хорошо приходом фирмы тайфун но я не знаю может быть люди кто работает с такими манипуляторами подтвердит смысл какой с покупкой тайфуна когда лиф тайфун купили они провели масштабное переоснащение производства станками оборудованием роботами там сварочными так далее ну якобы после этого существенно повысилась качество продукции вот интересно кто работает на этих манипуляторах то есть грубо говоря как было десять лет назад и как стало сейчас то есть действительно качество изменилось в лучшую сторону у меня пока мозг взрывается я не могу понять почему такая ситуация почему здесь есть регулировочные винты почему их нету с этой стороны и почему нету снизу то есть солидол я вижу ну или не солидол смазка какая-то зелененькая оль смазку будешь показывать нет зеленый вы как вот зеленая смазка то есть тоже тоже тут очевидно я не знаю или резьба или что должно быть ну неужели железо по железу катается хотя может быть я ошибаюсь может быть вкладыши находятся на подвижной части они на неподвижной то есть вот это получается у нас челок опоры опора сама триггера она находится внутри она выдвигается для увеличения опорного контура значит что тут еще из манипулятора интересно сразу видно значит две рейки на поворот колонны то есть удобно чем снимает нагрузку с шестерни самой то есть один из вариантов выгода выхода из строя на шестерни на колонне это поворот с бревном какая какое-то там вырывание бревна зимой там примершего и так далее то есть были случаи обрыва зубьев шестерни по той причине что если мы ставим один цилиндр то один цилиндр 1 рейка ну вернее цилиндра 2 рейка 1 большой крутящий момент передает и цилиндр обламывать здесь на самом деле не два цилиндра они правильно сказали здесь их 4 то есть на каждой рейке по два цилиндра то есть таким образом на самих на самих рейках нагрузка снижена и уже крутящий момент на зубчатый венец колонны передается получается с двух мест и нагрузка уже не такая большая и риск поломки меньше из интересного еще цилиндр защищен но это в принципе на многих манипуляторах сейчас делается лишь специальный специальная защита цилиндра чтобы ну не происходило удара бревна то есть избежать задир штока загиб цилиндра значит что еще можно сказать про этот манипулятор этот манипулятор тоже один из немногих но лиф если мы говорим про него он поставляется в базовой комплектации в двухконтурном варианте вот ну у нас я честно говоря не помню мы по моему приобретали одноконтурный вариант ну по желанию клиента данный манипулятор я вспомнил эпсилон значит данный манипулятор у него управление аутриггерами происходит сверху и он в базовой комплектации он идет всегда управление сверху в чем неудобство такого управления на лесовозе это кстати уникальная вывозка лесовозная вот когда манипулятор стоит за кабина по сути только наверно в россии сохранилась то есть водитель включил коробку отбора мощности на машины должен залезть наверх выдвинуть опоры снова спускается вниз вытаскивает палец потому что поворот опором все равно механический выпаскивает палец опор опускается вниз он вставляет палец и снова лезет наверх только чтобы управлять то есть это неудобно чем хороши манипуляторы которые делаются у нас велмаш там управление опорами с земли то есть водитель включил коробку отбора мощности на земле выдвинул опоры установил и только потом полез наверх а я все время дальше почему-то раньше не догонял почему такое происходит мы получали эпсила нам тоже грели ну вот у и всего на такая штука у него тоже управление сверху сейчас ты понимаешь мне уже сколько времени должно было пройти несколько лет чтобы я осознал у них у буржуев же нет такой компоновки когда манипулятор за кабиной у них идет всегда сортиментовозная вывеска вывоз колеса то есть у них манипулятор всегда находится сзади на заднем свесе а когда он заходит находится на заднем свесе там не надо опоры поворачивать вверху то есть они подгибаются таким образом то есть он внизу вытащил пальцы нет подожди а у него пальцев вообще нет они у него все время вытащены то есть у него опоры зафиксированы получается в таком положении опять фигня какая-то не что-то я гоню подожди фиксация я гоню подожди ну да опоры получается не до конца задвигается управление сверху но палец то надо зафиксировать все равно что по пора то не скакануло никуда блин вопрос нашим подписчикам то есть все-таки придется все равно два раза лазить ну лишний раз вернее наверх лазить да хрень какая-то вот он когда едет вот он затаскивает опору вот и штут ролик специально смотри вот этот ролик поэтому копиру за счет того что идет втягивание гидроцилиндра пор он поворачивает опору вот но в нижнем то положении все равно надо фиксировать что-то я это короче нашим подписчикам вопрос что-то что-то мудреное но то что у них сортиментовозная вывозка это точно так давай посмотрим чей распределить стоит да это давай лезть наверх ничего ничего это нормальный люфт лезь а вот уже лезть не надо посмотреть там сбоку чё написано хорошие хорошие распределители были еще распределители раньше такие но они наверное сейчас есть rm 316 да ну нафиг а как это переводится и если да ну на то есть какой-то клапан американский что стоит там пломбочка пломбочку не срывай не надо ну ладно давай спускайся да 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 именно именно так покажи еще раз как он будет лишь захват тут стоит счетчик моточасов ну то есть стоит маленький компьютер значит стоит что там это фильтр элемент похоже судя потому что он такой железный крепкий то это фильтр высокого давления то есть отсюда можем делать вывод что здесь присутствует скорее всего два фильтра элемента мы кстати на бак с тобой не обратили внимание вот он бак тут то есть два фильтра на гидравлике это хорошо то есть фильтр низкий низкого давления который стоит вот она сейчас залезу получается фильтр низкого давления вот здесь вот стоит вот он идет на сброс когда обратка идет значит в бак она фильтруется отфильтровать и получается там стоит фильтр высокого давления то есть двойная фильтрация хорошо это говорит о том что гидравлика должна прослужить долго то есть фильтрация нормальная ну внешне можно констатировать достаточно качественно покраску то есть я не скажу что она прям супер наверное может быть она по внешнему правда по таким субъективным моим по моему субъективному мнению может быть чуть похоже чем у эпсиона что в эпсиона мне кажется толщина локрасочного покрытия на потолще особенно это можно судить вот на острых гранях обычно самое слабое место в любой покраски это острая грань когда металл красится по острой грани то на острой грани обычно краски оседает меньше но тут вот даже видно невооруженным взглядом что ну грань то недостаточно хорошо покрашена в общем она такого нет то есть отсюда ведь делаем вывод что как бы есть еще куда тайфун ливу стремится хотя вышь может быть цена-качество показатель очень хорош по ценам он получается когда мы его брали он примерно был на миллион дороже вот эта модификация своего аналога в м 10 нашего то есть вообще вот с этой машиной с этим манипулятором ситуация такая немножко ну смешная была то есть вышел нас клиент ягод хочу лесовозы хочу лесовозы именно на next вот но мы говорим вопросов нет причем тут next значит 74 next то есть модификация next с тире 74 он отличается здесь тем что здесь подожди ну-ка да коробка zf9 здесь стоит вот вот значит видно вот здесь вот 8 передач получается нижний ряд повышенный ряд и задняя передача то есть здесь коробка установлена zf9 и модификация двигателя здесь емз 536 то есть это рядная шестерка хочу next хочу такую машину вот и хочу манипулятор typhoon лифт то есть это он нас вывел на кто там тебе улыбается день загадок хочу встреч каких кто-то гений анатольевич не то есть да я помахала рукой а он боится камеры это замк главного конструктора то есть нас клиент вывел на поставщика горит хочу typhoon лифт но мы сказали не вопрос если хочешь давай связались поставщиком нам назвал стоимость скинул нам характеристики чертежи скинул габаритный мы конструктора наш посмотрели сказали все нормально на next мы установим манипулятор вот мы у них запросили счет договор они нам выставили ну стоимости сроки и потом буквально в течение недели извинились искать знаете он мы срок срываем не сможем срок отодвигается искать ну звоним клиенту задаем вопрос уж такая ситуация вот поставщик срывает срок то есть с поставки на декабрь перенос перенес срок на февраль будешь ждать или вот давай мы тебе предлагаем манипулятора вм 10 то нет нет я горит буду ждать вот но все заключили договор получили деньги отправили деньги соответственно аванс за манипуляторы нет кстати мы не аванс оплатили мы им всю сумму потому что боялись что будет повышение валюты вот а в результате получается надо было платить частично потому что валюта упала наоборот и приходит время получать манипуляторы нам опять присылают письмо вы знаете извините пожалуйста вот но мы вам не можем поставить манипулятора в феврале манипуляторы будут только в марте но мы опять звоним клиенту потому что смысл какой машины лизинговые за клиента заплатил лизинг лизинг уже значит получает с клиента лизинговые платежи хотя клиент еще машины не получил новый клиенту задаем вопрос ты будешь ждать машины манипуляторы тот говорит ладно не вопрос буду ждать марта но то есть это его расходы его проблемы но мы ладно что раз будешь ждать доп соглашение с лизингом подписали со сбербанк лизингом им в принципе тоже по барабану аванс внесен лизинговые платежи идут все хорошо все довольны наступает март месяц нам год вы знаете извините но мы не можем в марте поставить манипуляции в общем в итоге манипуляторы мы получили только самом конце апреля но тут майские праздники нас еще выбрали как бы мы машины собрали еще раньше вот манипулятор мы получили в конце апреля и помимо того что проблема была с поставкой манипулятора была поставка ну мы в одном из роликов раньше говорили было были проблемы с поставкой оперения пластикового на урал next есть распределитель 1 секциона есть 2 секцию то есть здесь разбита на 2 на 2 секции то есть это все связано с двухконтурной системой управления а вообще двухконтурная система нужна для того чтобы ускорить движения манипулятора чтобы можно было совмещать определенные движения одновременно ну то есть чтобы быстро работал эти три машины их вообще три штуки были заказаны клиентам в комплектации с прицепами роспусками основание здесь получается сварное причем оно не все сварное вот эта часть литая можно сказать вот та часть куда привариваются ой приваривается прикручиваются цилиндры вот 20 цилиндров вот видно она по моему кусочек литой потом вот сварочные швы идут то есть частично литая частично сварное колонна литая вот видно низ колонны это литье то есть это самый нагруженный элемент после основания он литой ротатор здесь прибалтийский стоит болт роторс дописанная то есть это прибалтика рукава чьи видно нет нет вот 7r pack 7 7 пир пак если я правильно прочитал 7 пир пак рукав здесь стоит а там я не вижу вот тоже вопрос к нашим подписчикам итальянские рукава не бывают разные рассчитаны ли они на наши морозы то есть как себя ведут манипуляторы с итальянскими рукавами на морозы потому что у меня просто были прецеденты когда до минус 15 итальянской итальянские шланги работают в данном случае рукава высокого давления ниже 15 градусов они просто лопаются кажется все выключить нет это они покрашены просто желтым цветом сразу поворотники сразу сама лампа идет желтая раньше раньше в советских машинах стеклышко было желтая лампочки все были одинаковы сейчас видишь стекло одинаково лампочки разного цвета если у кого-то остались вопросы и кто-то хочет узнать технические характеристики манипуляторов заходите на сайт ссылка будет в описании под этим видео подписывайтесь на наш канал а еще смотрите видео из москвы с выставки стт хочет приобрести манипуляторы звоните константину его контакты есть тоже на сайте 3wuralst.ru спасибо это молодец всем пока